Большой апдейт. Закончили миссию тем, что мы там пытались запуститься. Вот, я там пару серий записал, но не выложил там всё-всё печально. Не учёл я полёта нашего Кмуна. И смысл в том, что у нас нет пока еды. И беспилотники мы тоже запустить не можем, потому что у нас нет пока антенн. Науки мне осталось не так много, надо будет поискать, где здесь антенны. Но сегодняшний рассказ, сегодняшняя серия. Вот у нас, видите. А это не еда, это тоже у нас всякие экстракторы. Анамент, короче, где они-то тут должны были сателлиты быть. Вот, вот здесь. А вот эти сателлиты... А, ну слушайте, можем взять за 50. О, отлично. По-моему, они были у нас, я не помню. И, короче, я немножечко переиграл тут, но, но, но. Основную вещь, которую я хочу показать... Значит, смотрите. То, что я нашёл в фишках, добавленных новых здесь. Значит, сейчас соберём, неважно, простую любую ракету. Суть не в этом, а суть в её длинной... Длинной-длинной структуре. Например, какой-нибудь такой. Ну, сейчас, стоп. Давайте всё-таки сделаем... Сделаем через декуплеры. Так, движок сюда повесим. Чё там? Ну, что-нибудь. Вот 90 это более чем достаточно. Полтора ТВР. Здесь... Сейчас я подниму её ещё. Здесь я делаю, например, вот как-то так. И тут вешаю... Где там 300... 230. Да, 127. Значит, что у нас происходит? В такой ракете у нас обычно вот здесь вот начинаются люфты. Особенно, если не загружен или неправильно расположен ПЛО, ДВЕС, да. У нас начинаются брыкания. Значит, раньше мы скрепляли стратами, да. То, что я в прошлый раз тоже искал, где они тут были. Нашёл их, нет, я не помню. Где-то я их находил. Вот. И вы видели, как я стратами скреплял. Второй момент. Если у вас есть, допустим, декуплеры... Ой, декуплеры. Тяжёлые разгонные ускорители в блоке, они тоже начнут баловаться, играть, вот, сдвигаться вперёд под действием сил натяжения. Ну, сейчас я гляну, есть у меня какие-нибудь тут мощные? Нет, это мелочь всякая пузатая. Наверное, было правильнее показать. Ну, да, они не сильно большие. Правильнее было бы, наверное, показать в песочнице. Ну, ладно. Смысл в том, что если мы такую ракету запустим и начнём её крутить, она начнёт здесь гнуться. И появилась в КСП такая опция, которая называется внутренний страт. Правой кнопкой мыши нажимаем. Вот здесь автострат десейбл. Нажимаем, появляется хевиас парт. Он будет автоматически прикрепляться к самой тяжёлой части, либо к рутовой части, которая совсем рут, либо Grandparent. То есть он к предыдущей части будет. Таким вот образом, здесь Grandparent осталось. Здесь у нас disabled, мы говорим. Grandparent. Куплинг тоже, например, к руту или Grandparent. И это крутая часть или Grandparent, что является вот этим вот капсулой. В такой ситуации эта ракета как монолит. Она никуда не развалится. Она очень хорошо себя поведёт в пространстве, под всякими нагрузками. То есть это очень и очень классно. То есть поэтому страты как таковые отпадают по своей сути. Всё это решается вопросом автостратов. Я поставил свечу этот самый чаттерер, чтобы не так скучно было. То есть даже если мы её сейчас запустим и начнём гнуть, видите, она поворачивается как единый кусок выплавленный. Видите? Да, там хватает, не хватает у меня возможности её остановить на поворотах. Но она как цельный кусок. Для сравнения давайте сейчас выключим эти автостраты полностью. Хотя бы вот здесь вот ещё раз. Disable. Disable. Здесь Disable. Здесь у нас был Disable. И здесь Disable. И сделаем всё то же самое сейчас. И посмотрим, как она себя будет вести. Не знаю, насколько это будет наглядно, но когда ракеты становятся чуть более тяжёлыми, там это очень классно видно. Я сегодня сидел, игрался, баловался. Просто сказочно работают. Ну вот она пошла. И вот мы начинаем болтать. Не, ну здесь она тоже как Solid такой хорошо. Цельный не болтается. Но поверьте мне на слово, что вот когда у нас начинают болтаться пейлоды всякие, оно работает идеально. Также ещё были поправки сделаны на тему течения фьюэла. Значит вы можете открыть схему. Вот. Fuel Delivery Overlay. То есть вот вы нажимаете и вы видите, как будет поступать топливо в двигателе. А здесь тоже можем показать. Понятно, у нас здесь двигатель один, здесь второй. Включается оно к одному. Так как вы убираете каждую деталь всё-таки по отдельности, у вас здесь видите есть кнопки Flow Priority. 10, 0. Вот. То есть 0, обнулить, плюс 1, плюс 5 или минус. Что это значит? Это значит вы указываете, из какого бака первым вырабатывать топливо. То есть чтобы не было здесь легко, здесь тяжело, вы в двойной сцепке, например, указываете, что из этого бака вырабатывать, допустим, там, да хотя бы единицу, это уже больше, чем 10. Вот. Уже из этого бака пойдёт выработка, потом обратно из этого. Либо наоборот. То есть всё как хотите. То есть в Kerbal, если я правильно помню, была с верхнего бака выработка. Если мы поставим, например, там минус и запустимся, то у нас выработка пойдёт с нижнего бака в первую очередь, а потом с верхнего. Для простых схем оно не так интересно. Давайте я сейчас закреплю. Это верхний бак, это нижний бак. Вот. И запустимся. Вот мы видим, что с нижнего бака пошла. Если я здесь переключу на 11, из верхнего бака пошла. То есть вы можете прямо регулировать это в процессе работы. То есть достаточно, чтобы было изменение на единицу больше, чем в другом баке, в соседнем, да. И оно уже пойдёт. То есть это просто, грубо говоря, приоритет. Чем выше, тем больше бак имеет приоритет, и из него будет быстрее выливаться топливо для вашего двигателя. Соответственно, этот, понятно, у нас не тронут, он у нас ещё не работает. Вот. Не захотели. Оп. И всё. И пошло с нижнего. Можно балансировать, например, на самом-то деле. Если приоритет поставлю одинаковый, видите, оно начало вырабатывать сейчас равномерно из обоих баков. То есть сейчас оно вырабатывает равномерно из всей сцепки. Раньше было сверху слило, снизу слило. Вот это вот такая вот фича, которую тоже добавили очень удобно. Но. Включив КСП, вы этих фич не найдёте у себя. Друзья, а всё почему? Потому что вам надо пойти в настройки КСП, в настройки самого КСП. Сейчас давайте мы выйдем отсюда. И пойдём с вами в настройки. Только не вот в эти, а расширенные, которые доступны из главного меню. Так. Выбираем настройки. Settings. И вам надо включить Advanced Tweakables. Сразу в закладке General, вот. Вот это стоит опция по умолчанию вот так. Вы включаете Advanced Tweakables. То есть расширенные, продвинутые настройки. Да. И вот именно эта опция включит вам возможность топливного оверлея и автоматического страта. Поэтому, ну, это очень большой плюс для КСП. Вот это в 1.2 для меня сделал обоснованным выпуск 1.2. Потому что саму систему коммуникации я отключил. Ну, и также в двух словах. Я очень долго смотрел на мод Planetary Base System. Вот. Но я его отважился поставить. Немножко пощупал. И, слушайте, я получил море удовольствия. Однозначно будем его использовать. Вот. Вот у меня тут стоит. Сейчас покажу, как это все работает. Бомбезно работает все. Кис, Кас и Planetary Base. Можно творить чудеса. То есть ощущение сборки вручную. Еще появился мод от тоже Боба Пелмера, который называется Construct. Вот. Вот от этого мода вы видите ровер маленький. Вы видите кран. И вы видите манипулятор. Дальше у них там есть еще много всего. Вот эти, кстати, штуки тоже от этого мода. Это такие пейлоды прикольные, которые можно грузить контейнеры и опускать их. Вот наша база. Тут вот... Леги у нас отдельные выдвигаются. Ну, можно их рулить будет там, короче. База. База сумасшедшая. База сумасшедшая. Классная. Куча всяких деталей, куча всяких комплексов, возможностей. Все это сливает. Это я уже сюда в ручном режиме прилепил через кербаленка. Вот эту вот панельку тоже. И вот эту для заправки. Ну и потом уже обнаружил, что она открывается вправо-влево. Эта часть открывается рампа. Вот так. Единственное, мне не нравится. Она, видите, опускается, когда вниз. Правая, левая. Она поднимает всю базу. Вот. И как-то странно. То есть, но... Если обратите внимание, вот здесь вот такие вот пяточки, вот на многих частях базы есть, они рассчитаны на то, что база будет стоять на ножках. То есть, не вот целиком на поверхности, а на ножках. Соответственно, когда она стоит на собственных ногах, то вот эта рампа как раз получается нормальной высоты. Я этого не учел, но будем. Модульные части по... Видите, так Life Support поддерживает. То есть, вот это вот набор полностью модульных частей. Воды. Вот бур водяной есть. Он тут воду дрилит. Видите? Ну, очень-очень много всяких есть фишечек. Оно тут все это раздвигается. Start Farming. Вот можно производить органику, которая является хавкой для нас. Ну, или как-то там перерабатывается Light Off. Можно его... Make Plant Growth Study. Еще можно изучать. Видите? Разные научные данные с этого собирать. В Inventory у нас тоже работает. Здесь научная лаборатория. То есть, это главный хаб. Их... Все очень круто. На самом деле, я давно за этим модом поглядываю, но никогда его не щупал. А когда вот сейчас пощупал, был очень-очень приятно удивлен. Поэтому однозначно этот мод будет в моей коллекции. Вот. Ну и ждем развития нашей карьеры до той степени, когда мы сможем доставлять всю вот эту радость на орбиту там Муны, Дюны и прочих планет. На этом на сегодня все самих видео и... А, нет, стоп. Подождите. Как это не будет? Будет... Don't show exit to main menu. Я же совсем забыл вам показать. То есть, да... Да, 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 да. День третий. Вот это. Вот тут надо удалить будет. Трын-дырын-дырын-дырын. Что я сделал за кадром? Так как я сказал вначале, что у нас там не летают корабли и не ездят пароходы далеко, нету связи, я развесил спутники. Это вот задачи наши из контрактов. Я развесил спутники. Я развесил спутники на экваториальной орбите три штуки и один на полярной орбите. Все орбиты, как это, semi-stational, короче, полустационарные, то есть они ровно, они не висят над одним местом, они просто успевают обернуться в два раза быстрее, чем Кербин. Кербин у нас вращается за шесть часов, спутник у нас вращается за три часа, то есть через три часа он оказывается вот здесь. Через шесть часов он должен вроде догнать, если я правильно понимаю, то же самое место. Короче, с базой у нас всегда связь есть и для теневых моментов я оставил спутник. Единственная проблема пока с этими спутниками, так как они не очень продуктивные, у нас они позволяют работать только в ближнем космосе вокруг Кербина. То есть в них нету сателлитов, в них только все направленные антенны. Ну и даже это уже хороший задел для будущей сети спутников и обеспечения связи. Ну вот такая вот вещь. Дальше будем пытаться лететь все-таки к Луне, попробуем, потому что мы до нее не долетим без связи на спутнике, а на кербалятах у нас пока не хватает еды. Вот, в прошлый раз у меня кербалята просто умерли, извините. Горло пересыхает, тяжело говорить. Поэтому я буду заканчивать. Такая небольшая серия с обзором. Также, также, сразу для тех, кто смотрит и ждет Stellaris. Так как сегодня вышел новый аддон и вышла новая версия 1.3 по Stellaris, то предыдущие сейвы стали несовместимы. И нам придется начать новую игру. Но я надеюсь, что мод вот эти левиафаны, как уже пишут в стиме, привносит очень много интересного разнообразия в геймплей на средних и поздних этапах игры. Ну и также, послезавтра, в пятницу, Цивилизация 6, ждите. Все будет. Всем пока, с вами был Геймдрагон. Увидимся.